Исламский информационно-образовательный портал azan.kz представляет Цикл видеоуроков по тавсиру Корана Устаза Ирсина Амре Абу-Юсуфа Урок 12. Толкование суры Аль-Бакара. Аят из 33 по 34. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы продолжаем наш урок по тавсиру Корана. На прошлом уроке мы остановились на истории Адама, алейиссалям, которую в Коране поведал нам Аллах. А также рассказывали о том, что ангелы признали отсутствие у них знаний относительно названий вещей и признались в том, что они знают только то, чему научил их Аллах Субханава Тааля. И сказали Адам, алейиссалям, научил Адама названиям вещей на всех языках. И Адам, алейиссалям, донес эти названия вещей ангелам. После чего Аллах Субханава Тааля сказал Разве я не говорил вам, что знаю все сокровенное на небесах и на земле, а также знаю то, что вы совершаете открыто и то, что утаиваете. В первую очередь Аллах Субханава Тааля продемонстрировал превосходство Адама, алейиссалям. И во-вторых, показал, что он знает все обо всех вещах, то, что человек делает открыто и то, что скрывает, а также сообщает нам, что объемлет своим знанием все. Аллах Субханава Тааля знает не только явное, но и то, что сокрыто. То есть даже то, что является тайной, для Аллаха не является таковой. Для Аллаху Тааля нет ничего тайного и сокрытого, а для нас есть тайное, для нас есть настоящее, прошлое и будущее, а для Аллаха Субханава Тааля нет ничего такого. Когда мы читаем этот аят, мы должны понять две вещи. Первое – это то, что Аллах Субханава Тааля всегда наблюдает за нами и видит нас. Аллах Субханава Тааля говорит, что бы ты не скрывал или делал явное, я все знаю. И мы должны осознавать этот факт. Поэтому имам Сулейман ибн Аддарани, рахимахуллах, когда его попросили сказать слова, смягчающие душу человека, сказал, «Если ты совершаешь грех, зная, что Аллах Субханава Тааля видит тебя, то ты бесстыдный человек. Если грешишь, думая, что Аллах тебя не видит, то ты кяфир». То есть человек может находиться только в двух состояниях. Если ты убежден, что Аллах тебя видит, то как ты осмеливаешься совершать грехи? А если ты уверен, что он не видит тебя, то ты вышел из религии. Также ученые сказали, человек в трех случаях должен знать три вещи. Первое, когда человек совершает что-то руками, ногами или другими органами, совершает грехи или проступки, то должен знать, что Аллах видит его. И если он собирается сказать плохие слова, должен знать, что Аллах слышит его. А когда он молчит, но в мыслях держит плохое мнение или замышляет вероломство, должен вспомнить эти слова. «Я знаю то, что вы показываете и то, что вы делаете явно». И должен осознавать, что Аллах знает то, что Он скрывает и то, что Он делает явно. То есть у нас нет никакой возможности допускать плохие мысли или совершать греховные поступки. Аллах видит все твои поступки, слышит все твои слова и знает те плохие мысли, что ты замышляешь. Из смысла этого аята мы должны понимать, что никто не способен постичь мудрость Аллаха, пока Аллах сам не покажет ее. Аллах сказал ангелам, «Я сотворю человека на земле, создам халифа на земле», на что ангелы сказали, «Неужели ты сотворишь того, кто будет распространять зло на земле и проливать кровь?» Так как они видели только настоящее, но не видели будущее и не понимали, какая мудрость тут заложена. Они, увидев Адама, сравнили его с джинами, жившими до человека, и на основе этого сделали такой вывод. Но они не знали, какая доброта и какая мудрость заложена в сотворении человека. Иблис со своей стороны также сравнил человека со своей сущностью. Сам он сотворен из огня, а человек же сотворен из глины, и сделал для себя вывод, «Я лучше, чем он». Но истинная мудрость известна Аллаху Субханава Тааля. Поэтому, когда человек не может до конца осмыслить какое-то дело и начинает задаваться вопросами, «Почему это произошло?» «Почему это происходит именно так?» «Почему не происходит иначе?» И шайтан начинает мучить его и наущать подобными вопросами. Он должен вспомнить этот аят. Ангелы тоже не поняли эту мудрость. Они тоже, не зная, спросили, «Почему ты поступаешь так?» Тут вопрос стоит в форме «тааджуд». Естественно, ангелы не выражали свое недовольство. Они просто хотели узнать, какая мудрость заключена в этом творении. То есть, один из смыслов этого аята. Я знаю явное и сокрытое. Знаю то, что сейчас происходит и то, что произойдет в будущем. Я знаю о том, что человек, которого вы знаете как праведного, завтра станет кафером и отдалится от меня. И знаю также то, что человек, которого вы знаете как нечестивого и неверного, завтра уверует в меня, приблизится ко мне и станет из числа праведных. Я знаю все это, а вы же знаете только то, что я показал вам. Аллах Субханава Тааля знает сокрытое. И ключи от сокрытого находятся у Аллаха. Ангелы сделали для себя такие выводы относительно Адама, алейссалям. Однако мудрость, заложенную в сотворение Адама, и то, что в последующем из его потомков выйдут рабы, возвеличивающие Аллаха Субханава Тааля, знает только Аллах. Ангелы не могли знать об этом. Они видели все это только с одной стороны и сделали соответствующие выводы. А истину знает только Аллах Субханава Тааля. Ангелы видели превосходство Адама, алейссалям. Аллах Субханава Тааля, проявляя доброту к Адаму, алейссалям, снова проявил доброту ко всему человечеству. Он, чтобы показать его, Адаму, алейссалям, превосходство над ангелами, повелел ангелам совершить поклон Адаму. И когда мы повелели ангелам совершить земной поклон Адаму, они все совершили поклон. Слово означает «все». Мы берем это за основу, так как в других аятах говорится. То есть все ангелы совершили земной поклон. Все ангелы совершили поклон, за исключением только одного Иблиса. Он отказался повиноваться, возгордился и стал одним из неверных. Здесь мы узнаем, что Аллах Субханава Тааля возвеличил Адама посредством знания. Научил Адама названием вещей. И, как приводится в хадисе, в судный день люди придут к Адаму, алейссалям, за заступничеством, начнут перечислять его качества и скажут «ведь Аллах научил тебя названием всех вещей». Таким образом, Аллах Субханава Тааля возвеличил Адама посредством знания и повелел ангелам совершить ему земной поклон. В нашем шариате запрещено совершать земной поклон кому-либо помимо Аллаха. Ангелы совершили саджда Адама, алейссалям, по велению Аллаха, однако Аллах Субханава Тааля велел ангелам признать превосходство и других людей, которые встали на путь получения знаний. Поэтому Пророк Субханава Тааля говорит в хадисе, ангелы расстилают свои крылья перед теми, кто идет по пути знаний. Хоть они и не совершают ему саджда, но он встал на путь знаний, ступил на тот путь, который в свое время стал причиной того, что ангелы стали ниже Адама по достоинству. Поэтому ангелы, признавая его превосходство, растилают для этого человека крылья, и человек как бы ступает по крыльям ангелов. Мы повелели совершить земной поклон Адаму . Относительно слова «земной поклон», все ученые единогласно сказали, что это поклон, совершенный не с намерением поклонения. А какая это саджда? Это саджда почета, которая считается садждой приветствия. Например, в Коране Аллах Субханава Тааля говорит об ангелах. Ангелы перед Аллахом не возгордятся в поклонении. Они восхваляют Аллаха и совершают Ему поклоны. Совершение ангелами саджда Аллаху считается садждой поклонения, а саджда совершения Адаму не является садждой поклонения, а считается садждой приветствия. В предыдущих шариатах до появления пророка, саджда приветствия была разрешена. В Коране мы читаем. Т.е. братья совершили саджда Юсуфу алейиссалям. Я увидел, как одиннадцать звезд, солнце и луна поклонились мне. В предыдущих поколениях саджда приветствия была разрешена. А в нашем же шариате это действие стало запретным. Т.е. в отношении приветствия земной поклон был отменен, но остался в отношении поклонения. Ученые в своих трудах хорошо разъяснили этот вопрос. Поэтому саджда, т.е. совершение земного поклона, в свою очередь само по себе не является поклонением, если нет на это намерения. Потому что в вопросах поклонения, а поклонение – это вопросы таухида и имана, нет понятия насих и мансор. Вы все знаете, что означает насих и мансор. Когда что-то является дозволенным или запретным, потом приходит какой-то аят или хадис и отменяет это положение. Отмена какого-то положения имеет место в вопросах халяля и харама, в фикхе и в шариате. Но не может иметь место в вопросах атыды, таухида и ширка. И если считать, что приложение лба к земле является поклонением, то получается, что ангелы совершили поклонение Адаму, алейиссалям. Но ведь Аллах, субханава тааля, никогда не велел поклоняться чему-либо кроме него. Потому что Аллах, субханава тааля, никогда не приказывал совершать куфр. Однако в нашей религии приветствие стало запретным и считается харамом. Осталось только то, что касается поклонения Аллаху. И отменено то, что касается человека. Поэтому ученые говорят, что если кто-то видит, как другой человек поклоняется идолу или солнцу, и совершает саджда чему-то другому, то его действия, за исключением того, если он недавно принял религию, отражают то, что у него в сердце. То есть саджда ангелов не считается садждой поклонения, а является садждой приветствия. Возникает вопрос, как была совершена саджда приветствия? По этому поводу есть несколько мнений ученых. Одни говорят, что поклон был посвящен не Адаму, а Аллаху. Ангелы смотрели на Адама, но совершили поклон Аллаху. Например, мы смотрим в сторону Кыблы и делаем саджда. Кому обращен наш поклон? Кыбле или Аллаху? Мы же делаем саджда в сторону Кыблы. То есть это было саджда не Адама, а Аллаху, а Аллаху. А Адам был подобен Кыбле. Однако другие ученые отвергают это мнение. Почему? Они говорят, если бы Адам, а Аллаху, был бы подобен Кыбле, то в словах «совершите поклон Адаму» стояло бы не слово «ли», а было бы слово «илля», что означает «в сторону Адама». И во-вторых, Иблис шайтан сказал, «Если ты позволишь мне, то я буду вводить в заблуждение того, кого ты возвысил надо мной, а также всё его потомство». Слово означает «сделал выше меня». Они говорят, если бы эта саджда была совершенно не в сторону Адама, но Аллаху, то Адам, алейиссалям, не был бы возвеличен. Почему? Потому что Пророк, саллиллаху алейвасалям, всю жизнь совершал земные поклоны в сторону Каабы, хотя достоинство Каабы не выше достоинства Пророка, алейиссаляту ассалям. В конечном итоге это поклонение Аллаху, саджда, совершенная Аллаху. Если это было бы так, то Иблис не отказался бы совершить саджда. И если это было бы сказано в смысле «ориентируйтесь на Адама, как на Кыблу, и совершите мне земной поклон», то Аллах не возвеличил бы Адама, и соответственно Иблис не выступил бы против воли Творца. Одним словом, этот земной поклон был бы совершен Адаму, но не в качестве поклонения, а в качестве приветствия и признания его особенностей. Мы привели первое мнение о том, что Адам, возможно, выступал в роли Киблы. Второе мнение ученых гласит, что это был обычный земной поклон, и он был разрешен в предыдущих шариатах. Третьи ученые утверждают, что тут имел место поклон, который символизировал собственное принижение перед кем-то. Например, мы это читаем в Коране. Тут стоит слово «наджим», что означает «ветка, которая растет», то есть «наджим» — это не ветка ствола, а ветка, которая растет на земле. Ученые говорят, это сказано в том смысле, что ветки совершают поклон Аллаху, покоряются воле Аллаха, склоняются перед Аллахом, признают Его превосходство, признают то, что Он — Творец, и чувствуют свою немощь перед Ним. Но в реальной жизни ветки не прогибаются и не совершают земные поклоны. Таким образом, слово «саджда» приведено в смысле собственного принижения и признания чужого величия. Это точка зрения некоторых ученых, однако более правильным является второе мнение. Потому что слово «саджда» в своем основном лексическом значении означает «приложить лоб к земле». Однако если нет возможности применить этот смысл, мы переходим к другому значению этого слова. Но если есть возможность принять первоначальный смысл, то нет необходимости искать альтернативные смыслы. В данном случае смысл «совершили земной поклон Адаму» не противоречит шариату, и, следовательно, нет необходимости брать иной смысл. Поэтому наши ученые говорят, мы берем одно слово в его истинном значении, а если это невозможно, то мы переходим к другому переносному смыслу. Например, если кто-то скажет, то есть «я разговаривал со львом», диалог со львом в прямом смысле этого слова невозможен. Если, конечно, никто сам не родился львом, конечно, я говорю это в шутку. Человек не может разговаривать со львом, так как это животное. В таком случае, как мы должны понимать это? Это мы можем понять как «я разговаривал со смелым, как лев, человеком». Надеюсь, что этот вопрос относительно земного поклона вам понятен. «Саджда приветствия» не является садждой поклонения, и что «саджда» означает приложение лба к земле. «Кроме Иблиса». Кто такой Иблис? Иблис – это прародитель шайтанов, самый главный из них. В предыдущих писаниях и в некоторых реваятах, написанных на языке Сирияния, арамейском, его называют Азазель. У нас это произносят как Азазиль – шайтан, то есть от слова Азазель. Слово Иблис некоторые считают заимствованным, а некоторые ученые говорят, что это слово произошло от арабского слова «абляса», в Коране говорится. То есть слово «абляса» означает «потерявший надежду». Иблис – творение, потерявшее надежду на милость Аллаха и приговоренное к аду, поэтому его называют Иблисом. «Иблис отказался». Здесь говорится о выборе, предоставленном Аллахом как человеку, так и Иблису, потому что отказ возможен только, когда есть выбор. В арабском языке отказ применяется тогда, когда есть возможность или выбор. То есть Иблис сам отказался и возгордился, предался гордыне. И поэтому ученые говорят, если не брать во внимание ревая-то о том, что на земле были обитатели до сотворения Адама, алейхиссалям, то первый грех совершен по причине зависти и гордыни. Это самые большие и опасные для человека грехи – гордыня и зависть. Иблис испытывал зависть, подумав, как он может быть выше меня, ведь я такой, я сякой, я столько лет совершал поклонение, пал в гордыню и позавидовал превосходству Адама, алейхиссалям. И таким образом он оказался из числа кафиров. Слово «кана» в арабском языке – это глагол в прошедшем времени. Он был из числа кафиров. Здесь смысл в том, что в знании Аллаха он был из числа кафиров. Прямой перевод на русский язык будет означать «был из числа кафиров», то есть перед Аллахом он был из числа кафиров. Ученые поэтому говорят следующее. Мы знаем, что атрибуты Аллаха не меняются. Аллаху Тааля любил Умара, да будет доволен им Аллах, тогда, когда он был кафиром. А Иблиса не любил уже тогда, когда он поклонялся Аллаху. Почему? Потому что в знании Аллаха Умар пусть будет доволен им Аллах. Был из числа мусульман, а Иблис в знании Аллаха был из числа кафиров. Аллах знает, что Умар умрет мусульманином, а Иблис умрет кафиром. Поэтому Аллах Субханава Тааля любил Умара, да будет доволен им Аллах, когда тот был кафиром. А Иблиса не любил, когда он признавал Аллаха и поклонялся Ему. То есть, если опираться на значение слова «был», то это было в знании Аллаха. Ученые приводят и второе мнение, то есть, что означает, оказался в числе неверных. Что означает, в это время перед нашими глазами оказался в числе кафиров. Человек, который умрет кафиром, перед Аллахом находится в числе кафиров. А тот, который умрет мусульманином, перед Аллахом находится в числе мусульман. Однако перед нами мусульманин остается им, пока показывает себя как мусульманин. А кафир становится кафиром, когда покидает религию. Но перед Аллахом один является верующим, а другой кяфиром. Далее, кто такой Иблис? Ученые также рассматривали вопрос, относится ли он к числу ангелов или к числу джиннов. Некоторые ученые говорят, что Иблис не относится к джиннам, а является ангелом. Что среди ангелов было племя под названием джинн, и он был из их числа. Когда говорится, как сказано в Коране, только Иблис не совершил поклон. Ученые разъясняют, что Иблис был из числа ангелов племени джинн, которые были сотворены из огня. Или же, он был из числа стражей рая, и это тоже одно из мнений. Однако основное и правильное мнение – это то, что Иблис не был ангелом, а был из числа джиннов, потому что джиннам была дана возможность поклонения. Я создал людей и джиннов только для поклонения мне, а когда повелевается совершать поклонение, то это означает, что им предоставлен выбор. Ангелы же никогда не выходят против велений Аллаха. Поэтому ангелы совершили поклон и не выступили против Аллаха. А Иблис возгордился. В Коране говорится, что Иблис был из джиннов, и поэтому он выступил против велений Аллаха. И Аллах доносит до нас, почему он выступил против. Потому что он был джинном, и ему был предоставлен выбор. Далее. В Коране Аллаху Та'аля говорит, «Неужели вы изберете для себя в качестве Бога, шайтана и его потомства вместо меня?» У ангелов не бывает потомства. Ангелы не делятся на мужчин и женщин. Они не размножаются. А джинны же размножаются. Поэтому самое верное мнение ученых. Иблис был из числа джиннов и не был ангелом. Поэтому в Коране Аллах Субхану Та'аля разделяет джиннов и людей, например. «В тот день, когда Аллах Субхану Та'аля вновь оживит людей, Аллах Субхану Та'аля скажет ангелам, «Поклонялись ли они вам?» На что ангелы ответят, «Нет, они не нам поклонялись, а джиннам и совершали им поклоны». Здесь Аллах Субхану Та'аля подчеркивает, что джинны являются отдельными творениями, а Иблис был из числа джиннов. Таким образом, Иблис выступил против воли Аллаха Субхану Та'аля и по причине зависти и гордыни стал кафиром, вышел против веления Аллаха и стал из числа вечных обитателей ада. Аллах Субхану Та'аля сказал, «Я наполню Джаханнам тобой и теми, кто последует за тобой». То есть мы из этого аята должны извлечь урок, насколько тяжким грехом является гордыня и зависть. По причине гордыни, Иблис, видя Аллаха, зная Аллаха, видя все величие Аллаха, выступил против Аллаха, потому что он посчитал себя выше других и возгорделся. И также зависть. Он испытал зависть, как человек может быть выше меня. Поэтому по мере возможностей мы должны очистить наши сердца от этих двух качеств. У кого эти качества присутствуют и проявляются, он уподобляется Иблису. Поэтому пророк, саллиллаху алейху ассаляма сказал, «У кого в сердце присутствует гордыня весом с пылинку, тот человек не войдет в рай». Иншаллах. На этом мы заканчиваем. Продолжение суры изучим, иншаллах, на следующем уроке. Субтитры создавал DimaTorzok Астагфирух, астагфирух и лекхак. Астагфирух.